Эй, пссс, а сколько может стоить эта работа? А сколько зарабатывает саунд-дизайнер? Ни для кого не секрет, что это самые такие актуальные вопросы и самые интересующие многих ребят. И я бы хотел тоже закрыть этот вопрос. И выше в актуальных сторис я разбирал уже как-то этот вопрос. То есть я показал на примерах диапазон цен в той или иной нише. Но давайте разбираться более детально, раз уж все так любят циферки. Во-первых, давайте разберемся, из чего вообще строится цена и какие виды оплаты нашего труда есть. Я могу сразу сказать, чтобы вы не строили каких-то иллюзий, в нашей сфере, как и любой другой сложной профессии, ничего не бывает все и сразу. Для начала вы должны, конечно же, наработать клиентскую базу, собрать офигенный портфель с крутыми разнообразными работами. Далее вы должны чувствовать себя уверенно в любом проекте. Вы должны понимать ценность своего времени и от этих моментов вы уже начинаете строить свою ценовую политику. Но не забывайте, что бывает совершенно разный хронометраж, разная сложность проекта, которую тоже нужно оценить. Почему? Потому что за один и тот же хронометраж, допустим, минута, вы можете совершенно разное время потратить. Это может быть супер насыщенный блокбастер, это может быть простой эксплейнер какой-то, да? Где у нас максимум там два персонажа, друг с другом общаются, улыбаются и что-то рассказывают. Все, скажем так, минимум затрат времени, да, на один и тот же хронометраж. Это первый момент. Плюс вы должны учитывать тот фактор, какой объем работы вам поступил. То есть это может быть, к примеру, 10 роликов по, к примеру, по минуте и, соответственно, от этого уже тоже должна строиться цена. Плюс на цену также влияют такие факторы, как насколько долго вы работаете с этим клиентом. Возможно, у вас уже своя какая-то ценовая политика в тех или иных проектах. Поэтому, кидая в личку мне вопросы, а сколько стоил вот этот проект, я вам могу назвать только диапазон. И к этому нужно относиться вполне адекватно. Почему? Потому что всегда есть какое-то неразглашение, да, коммерческой тайны. Плюс не забывайте, что также, если вы работаете же официально с ИП, да, как это делаю сейчас я уже достаточно долгое время, мы заключаем практически с каждым клиентом договор, где прописаны все условия, где прописана цена. Плюс, конечно же, прописан объем и заложены налоги, которые я должен заплатить на постройку какого-то дворца, еще кому-то там. Ну, это неважно. Короче, сейчас опять же я покажу несколько примеров коммерческих проектов из моушн графики, игр. Покажу секрет циферок, которые приходят мне на карточку ежемесячно, в зависимости от того, насколько я тружусь и насколько много у меня проектов в этом месяце. Рандомную выборку, но могу сказать сразу, как только вы набираете определенную клиентскую базу, у вас появляется стабильный доход. Это, наверное, логично, да? И этот доход, я могу с уверенностью сказать, что примерно где-то от 100 тысяч рублей. Но, повторюсь, опять же, все зависит от вас самих, насколько вы вкладываете сил и средств для того, чтобы получать больше клиентов и так далее. Насколько вы готовы стараться для того, чтобы про вас узнали. И, конечно же, повторюсь, опять же, это влияет на количество ваших заказов и ваш прайс. Вот и все. На самом деле, сложности никакие нет. Сколько вкладываешь, столько и получаешь. Ребята, чтобы ориентироваться в ценовой политике, нужно учитывать два вектора оплаты труда. Это может быть оплата как за минуту моушн графики, как за целиком проект, либо же, к примеру, почасовая ставка. Но могу сказать, что если мы разрабатываем какой-то аудиобрендинг, к примеру, к 10-секундной анимации, то мы можем получить от 200 долларов и выше за эту разработку. А если мы работаем над простой какой-то анимацией, мы понимаем, что у нас задача стоит не в разработке, а у нас стоит конкретная именно задача, мы можем взять, к примеру, 50-100 долларов за те же 10-15 секунд. Если же мы сталкиваемся с большим хронометражом, как уже говорил ранее, нужно учитывать сложность, сроки, кто этот клиент, может быть, это ваш постоянник и так далее. В таком случае нам нужно выбирать, либо мы работаем с почасовой ставкой и озвучиваем ее клиенту, либо мы озвучиваем цену за минуту. Новичку я бы посоветовал брать часовую ставку от 15-20 долларов за час. Если говорить о минутах, то это 40 и выше долларов за минуту. Тут все зависит, повторяюсь, от вас самих, насколько вы опытные, насколько у вас крутой портфель. И уже от этого, соответственно, можно строить свою ценовую политику и прогрессировать бесконечность. В игровой индустрии скажу сразу, что чаще всего это оплата за час труда. Но бывают такие проекты, которые уже готовы, да, то есть в зависимости, это кузуальная какая-то простая игра, может быть, да, и уже понятен объем. Тогда вы можете оценить его трезво, составить ТЗ и назвать конкретную цифру. Но прежде обсудив с клиентом, что сверхобъем будет оплачиваться отдельно. Для ориентира сразу скажу, что в среднем, если это простая казуальная игрушечка, она может стоить от 400 долларов и выше. Если говорить уже о каких-то крупных инди-проектах, то это может цифра расти и от 2000 и выше. В AAA-проектах, да, каких-то суперкоммерческих, там совершенно другие цены, конечно же. И зачастую саунд-дизайнеры сидят на окладе, либо на ставке какой-то тоже, но уже работают в самой студии. Иногда бывают оплаты за ассеты, то есть за наборы звуков, которые дистанционно заказывают либо студии, либо сами разработчики у саунд-дизайнеров. Тут уже все зависит от того, сколько звуков, какое количество вариаций для каждого и, конечно же, сроки. Так что все, ребята, индивидуально. Старайтесь трезво оценивать свои навыки, трезво оценивать те силы, которые вы потратите на реализацию звука в данном проекте. И уже потихонечку расти и развиваться во всех направлениях, в цене ваших услуг в том числе. Ну что, это все, что я хотел рассказать в данном видео. Я надеюсь, я наконец-таки ответил на ваш вопрос. А если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Так что, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok